Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о белом вине, о его особенностях, об особенностях немножечко технологий и как это можно и не можно адаптировать для домашних условий. Ну, начнем с того, что все, наверное, знают, что вина делится по цвету на красный, белый и розовый. И я думаю тоже, что для большинства не секрет, в классике технология приготовления белого вина, она тоже отличается. То есть красный способ приготовления вин, когда мы сок держим на мезге некоторое время и все это вместе бродит, то белое вино в классике должен бродить чисто сок. То есть мы сок отжали, сразу же его процедили, профильтровали и ставим сбраживаться. Но дело в том, что для домашних условий такая технология, ну, она достаточно сложная. Я очень кратенько поясню, почему. Ну, потому что, во-первых, на самом деле очень тяжело отжать сок. Сок надо отжимать максимально быстро, чтобы как можно было меньше контакта вот этого самого сока с воздухом, потому что белое вино ему свойственно окисляться. И, в принципе, сложно найти тот пресс, который будет классно, хорошо этот самый сок отжимать и фильтровать. Это раз. Во-вторых, как я уже сказала, то есть есть определенные процессы окисления идут, и они идут буквально с самого-самого начала, поэтому здесь уже без серы, ну, наверное, можно обойтись, я не знаю. Эту технологию я не пробовала, но вот там желательно серу добавлять. Буквально пару слов о сере скажу, что на самом деле бояться ее не стоит. Единственное, что я не добавляю, я считаю так, что если ты можешь без чего-то обойтись, обойтись. Но, скажем так, в нормальных умеренных дозах, если все это правильно рассчитывать, то ничего особо страшного не произойдет. И в белое вино серы добавляют гораздо больше, чем в красные, даже в заводских условиях. Или тем более в заводских условиях. Ну что ж, а можно ли приготовить белое вино? Ну, мы сейчас говорим о белом вине по цвету. Ну, если вот не придерживаться этих классических, традиционных, скажем так, методов производства. Ну, на самом деле можно. И начиная в этом году с съемки серии видео вообще про домашнее вино, я рассказывала, что белое вино я делаю по красному способу. То есть я делаю вино из белого винограда, но полностью придерживаюсь вот этой красной методики. То есть держу на мезге, и все технологии, все процессы проходят абсолютно точно так же, как и с красным вином. Кстати, ну опять же, если так уже придраться к той же терминологии, то исторически тоже белого вина было достаточно много. И это было еще в те времена, когда там про серу никто не знал. И я так думаю, что вполне вероятно, технологии могли быть такие же, как у красного. И если вспомнить Кахетинские вина, то там тоже очень много вин делается как раз таки из белого винограда. И получается вполне достойный, хороший вин. Так вот, на нескольких видео я делала заставочку своего белого вина из винограда сорта реформ прошлого года. И это было вино такое ярко-соломенного цвета. В принципе, в цвете белых вин допускается от белого такого немножко даже зеленоватого до достаточно яркого, насыщенного такого, ну, близко к янтарному. Это абсолютно допустимо и нормально. То есть у меня был хороший, красивый цвет у этого вина, при том, что ничего я нигде не добавляла, ничего не делала. В этом году я сделала чуть-чуть по-другому. Ну, в чем единственное было отличие, что в прошлом году, скажем так, я использовала сок самотек. То есть когда сусло постояло три дня на мезге, я его просто отжала и поставила уже дальше бродиться. А в этом году мы уже обзавелись прессом, и я это вино еще немножечко сусло отпрессовала. Ну, в принципе, в процессе цвет как бы был вроде бы, вроде бы ничего, но буквально на последнем этапе, кстати, осветляется реформа вообще шикарно сам, но на последнем этапе, вот буквально неделю назад, я очень сильно накосячила, скажем так. То есть осадка уже была там совсем немного на донышке, и я решила, неудобно мне переливать через шланг, шланг, потому что шланг у меня тоненький, не завелась пока нормальным, который бы быстро это делал, поэтому я перелью через верх. Соответственно, я все-все взбаламутила, и когда я перелила, у меня получилось... Я сейчас разверну камеру. У меня получилось... Ну, вот сейчас с улицы перенесла белая бутыль, вот такое вот ржабы, что. Мало того, оно стало мутным, то есть я все это взбаламутила, взбаламутила, ну, мне это очень-очень не понравилось. Вот такой цвет. И, в принципе, основной... У белых вин есть две большие проблемы. Это осветление, хотя, как я уже сказала, реформа нормально осветляется и сам. И второй порог, это изменение цвета, это вот такое вот поражение. Получилась вот такая штука. Я, конечно, огорчилась и решила вспомнить свои эксперименты. Ну, сейчас немножечко отвлечемся. И напомню, что некоторое время назад, а именно где-то чуть больше месяца, я снимала видео про осветление вина. Наглядно показывала осветление вина желатином. Там все очень хорошо вышло с розовым вином, а с белым вышло не очень. Тоже я постараюсь по возможности при монтаже видео вставить, что было вначале. Было почти такое же, только еще и мутное, и цвет больше не коричневый, а вообще серый страшный. Тоже говорила о том, что белое вино может осветляться достаточно долго, тем же желатином может пройти несколько недель. Ну, а сейчас снимаю камеру, показываю, что у меня получилось. Ну, получились у меня вот эти вот две баночки. Ну, я надеюсь, что все взрослые люди, и ни у кого это не вызовет никаких нездоровых ассоциаций. Я просто разлила по более мелким бутылочкам, баночкам. Почему? Смотрите, здесь дубовая щепочка. Я оставлю ссылку на видео, в котором я рассказываю про осветление вина, в том числе и белого, и осветление, когда проходит быстрее, когда есть какие-то танины. Ну, я попробовала добавить это после, надо добавлять до. То есть разницы, на самом деле, между этими двумя баночками практически нет. Я не знаю, насколько свет показывает. Сейчас мы попробуем вот так вот сделать. Ну, смотрите. То есть все, оно полностью прозрачное, и разницы, ощутимо видимой разницы, ну, может быть, это вот буквально на капельку светлее, чем вот это. Дальше, для сравнения, это Антоний Великий, обещала, поставлю то, что было. Для сравнения, это вот сейчас при переливке у меня осталось чуть-чуть еще. То есть да, мы видим разницу в цвете. Обратите внимание, вот этого и вот этого. Раз, ну, мутность тоже понятна. И вот это тоже Антоний Великий, уже с самого дна. Тоже видна разница в цвете, да? Раз, два. Ну, покажу его же еще в большой банке. Изначально, да, он был более желтенький, но я добавляла сюда еще дубовую щепу. Ну, и вот тоже пока оно еще в процессе осветления, оно по слоям осветляется. Сейчас плоховато видно. Ну, вот оно такое. То есть, смотрите, пару, ну, не пару, конечно, 4-5 недель, в общем-то, дали нам вот этот идеальный белый цвет. И исправление от очень-очень страшного и некрасивого на нормальный, красивый, достойный цвет. При этом со вкусовыми качествами все очень-очень хорошо. Продолжаем дальше. То есть, вот он мой реформ, который, ну, должен быть не такой по цвету. Да, допускается, что может быть такой тон, но не настолько яркий, не настолько насыщенный. То есть, вот такое белое вино, оно как бы, ну, не очень хорошо. Понятно, опять же, что мы делаем для себя. И, в принципе, ну, такой цвет для себя абсолютно допустим. Нам не надо нести это в торговую сеть, чтобы кто-то там оценивал по цвету. Но, повторюсь, я захотела поэкспериментировать и посмотреть. Раз уж желатин исправляет цвет, значит, что можно с этим делать. Сюда выдвину на свет. Смотрите, разница. Вот это и вот это. Ну, конечно, тоже вот такие вина. Чем большую емкость мы нальем, тем нам будет казаться цвет более интенсивный. То есть, если бы я вот сейчас его налила в эту емкость, оно бы совершенно выглядело по-другому. Но для сравнения, вот еще. Видите, там осадок образовался. А сейчас скажу самое интересное. Вот это и вот это. Некоторое время назад были абсолютно такими же. А знаете, сколько времени назад? Вчера. То есть, за одни сутки, конечно, оно еще мутновато. Сейчас, может быть, вот в этой бутылке будет видно, что некоторые частицы, вот они осели. А некоторые, ну, видите, вот эту я принесла, вернее, достала с холодильника за несколько часов. Попробую вот так вот поднять, показать. Вот, наверное, немножко видно. Сейчас попробуем приблизить. То есть, эту я достала с холодильника несколько часов назад, поэтому она не в конденсате. То есть, вот он осадок. Так. И немножко видны еще плавающие частицы. А вот на этом, может, вот так вот и будет видно. Вот, смотрите, нашла выход. Видите? То есть, эти частицы еще не осели. Но, обращаю еще раз внимание с цветом. Было-стало. Было-стало. Сутки. Если оно еще пару дней постоит, все осядет. И цвет у нас исправился. Соответственно, бояться того, что ваше белое вино будет не очень красивым, ну, можно сильно не бояться. Потому что вот оно как исправляется в реальности. И страшного в этом абсолютно ничего нет. При этом вкус останется точно таким же. Соответственно, бояться приготовления белого вина абсолютно не стоит. И, как всегда, у вас есть несколько вариантов. Либо придерживаться классической технологии. Ну, тогда в домашних условиях мы сталкиваемся с определенными сложностями. Либо можно вполне его делать по красному способу. Получается все нормально, как вы видите. Я наглядно вам сегодня это показала, продемонстрировала. Единственное, что все-таки моя рекомендация. Хотя, хотя, тоже, да, я говорила, что реформ я отпрессовала. И еще неделю назад цвет у него был нормальный. До вот этой последней переливки. То есть, повторюсь, это был мой косяк. То есть, даже можно прессовать, но лучше не делать. Вот честно, я так про себя подумала. Подумала, нет, не стоило этого делать. То есть, оставить на самотек. А жмых, ну, если жалко выбрасывать, можно потом в красное забросить. Пусть отдаю дальше свои всяческие вещества, которые еще остались в этом жмыхе. И при переливках, именно для белого вина, все-таки стараться как можно меньше, чтобы оно контактировало с кислородом. И в данном случае все-таки не лениться использовать шланги, трубочки. Ну, специальные есть такие. На Алиэкспрессе продается. Там трубочка, там маленький фильтр, фрикста и помпчика. Ну, такая удобная штука. Мне она просто не пришла. Я ее заказала, но она еще не пришла. Именно поэтому я поленилась. Ну, а даже в такой ситуации, если мы накосячили, если мы совершили какие-то ошибки, как видите, все достаточно легко исправляется и может исправляться довольно быстро. По дозировкам, по всему, повторяюсь, я под видео, нажав кнопку «Еще», найдете ссылку. Я там оставлю. То есть, можно будет посмотреть, как правильно рассчитать дозу и что еще влияет на процессы осветления. Цвет исправляется легко. Единственное, что сроки, видите, вот мне, я не знаю, или повезло, или что. Даже дозировка есть на 200 мл. Я полмиллилитра раствора желатина добавила. И за сутки вот у меня такая штука произошла. Но может все длиться гораздо больше. Как здесь. То есть, у меня ушло где-то 4-5 недель. Но зато кристально абсолютно прозрачное получилось. И вы видите его темнее. На самом деле, оно светлее. Классический цвет белого вина. На этом наше видео подошло к концу. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. В комментариях пишите с умением. Не задавайте вопросы. И еще раз под видео, нажимая кнопку «Еще», найдете всю полезную информацию. Каталог моих сортов и наградов. И мои контакты. И до новых встреч. Пока. Пока.